девочки всем привет сегодня хотела показать вам пустышки ухода и декоративки которые у меня накопились за месяц сентябрь в этом месяце мне кажется получилось очень много пустых баночек и хочу вам все показать сначала показываю вот такую пустышку это мицеллярка от гарни это у меня расходник который заканчивается по бутылке в месяц задерживаться не будем я пользуюсь ей уже давно мне абсолютно устраивает как она очищает и убирать макияж из глаз поэтому это регулярная пустышка также в качестве регулярных пустышек в этом месяце у меня получилось аж две маски от derma kill это глиняные маски это было с кофеином этого я же уже даже не помню в чем ее уклон скажем так у меня много этих масок я беру их про запас они дешевые они хорошо удаляют себу они подсушивают какие-то воспаления это турецкий бренд вообще я думаю что ее с легкостью можно заменить любой бюджетной глиняной маской у меня это тоже как расходник идет так также у меня закончился от турецкой марки by beauty тут конечно написано что сделано в германии но это марка которая продается исключительно в магазинах gratis турецких хотя вроде в германии тоже есть gratis ну короче в общем не суть это турецкая марка но made in germany вот это пилинг он нас был с кислотами киви мне нравился этот продукт нужно было нанести массировать две минуты долго он у меня был воспользовании я его покупала весной еще хватило надолго здесь очень большой объем хорошее средство уже заменила его другим очень очень бюджетная вообще просто очень бюджетно ну работала хорошо такой вот продукт я тут все помыла конечно но упаковочка темнела потому что кислоты темнели окислялись кислоты окислялись в общем так это еще один уход который у меня закончился далее еще одна маска я вам говорила что я стараюсь не покупать тканевые маски потому что по моему понятию это слишком много мусора то есть это одноразовая вещь максимум двухразовая если в холодильник уберете и там есть много средств да то можно засунуть эту маску аккуратно в холодильник положить еще раз использовать но в общем это такой продукт на один-два раза а мусора получается это салфеточка и вот этот пластик то есть да ну слишком много есть использовать их часто но вот я брала из коллаборации с друзьями это бренд revolution 3 такие маски и вот эту маску я использовала на день рождения это просто такая была вещь для настроения хотя в принципе она увлажнила но сейчас я в поиске какой-то хороший ночной маски для увлажнения то есть чтобы это был как формат крема который я наношу на ночь и она увлажняет такие продукты мне нравится больше обычно я ими пользуюсь регулярно но просто пока была жара я сосредоточилась на глиняных масках сейчас я уже понимаю жара спала кожа перестала так реагировать на нее перестала выделять столько сала и теперь ей нужно увлажнение потому что сало то она летом выделяла но солнце то я все равно сушила вот и получилось что видно что кожа хоть и жирная но она она высушена то есть нужно именно увлажнение поэтому сейчас я в поиске какой-то хорошей увлажняющей маски листовые маски это такое знаете ритуал для настроения так что у меня еще закончилось это не все у меня закончились вот такие жидкие патчи от натуры сибирика я их начала еще в феврале этого года и взяла с собой в турцию и вот они очень долго у меня заканчивались я ничего вообще не могу сказать про их эффект они не делали хуже скажем так то есть зачем я их вообще брала после умывания когда я наносила обычную маску да ну типа вот такую под глазами кожа оставалась сухой и чтобы она не сохла я наносила вот эти жидкие патчи и затем маску и когда я их смывала уже потом я наносила крема то есть конечно можно было намазать кожу под глазами кремом а потом нанести эту маску но при умывании крем опять смоется и вот чтобы как бы не наносить два раза подряд крем я просто приобрела вот такие вот жидкие патчи от сибирики они я не чувствовала там какой-то напитанности в коже но она была не пересушена как это бывает если держать на лице маску а область под глазами оставлять без ухода найти там полчаса то есть такой продукт просто вот для поддержания процесса ухода закончился и я этому рада потому что сейчас я уже приобрела другие патчи покажу вам в покупках месяца наверное и это уже совсем другая история так также у меня закончился крем для лица от фруди это крем для жирной кожи с зеленым виноградом очень приятный пах у него была такая очень муссовая какая-то интересная текстура очень легкая пока была жара он был актуален но сейчас для меня уже он недостаточно питательный я уже приобрела другие средства получается этим средством я пользовалась около полутора месяцев у меня еще его брал периодически муж после бритья он у меня вообще знаете у него ничего нету вот так вот для ухода он берет у меня все вот и он его брал может быть еще поэтому расход такой хороший в общем закончился крем также это не все закончился крем для глаз от гарния у меня получилось что в этом месяце куча куча мусора косметического как бы я считаю для одного месяца это много закончился крем для глаз от гарния 35 плюс я покупала его здесь когда только приехала я еще ни в чем не разбиралась где тут что купить я просто забежала в магазину дома и там по какой-то акции продавался вот этот крем с еще каким-то кремом все не помню уже ну вот в принципе кстати говоря хороший крем и и он увлажнял кожу и иногда после нанесения он чуть-чуть пощипывал ее не знаю с чем это связано видимо в составе какие-то были вещества но он хорошо действовал мне нравится у меня в принципе несмотря на то что мне 35 лет у меня не очень проблемная кожа под глазами пока что я понимаю что это временно вот но кожа не очень проблемная она не сильно сохнет но чуть-чуть ее подстягивает уже после умывания и вот этот крем хорошо справлялся с задачей хорошо увлажнял так еще одно средство для лица это вот такое средство от прыщиков от космет она у меня было несколько месяцев это хороший вариант хорошо успокаивала заживляла я пользовалась на ночь это прозрачное средство пахнет какими-то травками я уже купила новый тюбик меня все устраивает я правда знаю что такими средствами но обычно как бы по своему собственному опыту у меня большой опыт борьбы с прыщами я уж не знаю когда это закончится хотя мне уже 35 я понимаю что это как бы уже и не возрастное но такие друзья меня преследуют и я знаю что это средство лучше менять то есть к средствам идет привыкание но вот пока меня устраивает я купила вторую упаковку у меня устраивает эффект хорошо справляется с воспалениями тоже пустышка так у меня закончилось два средства для ну такие около маникюрные ну как не маникюрные для рук закончился вот такой вот крем это был какой-то наборчик из магазина у дома там был крем и бальзам для губ крем для рук был очень легкий хорошо впитывался и в такую жару был максимально уместный то есть конечно мы понимаем что нужны как бы питательные увлажняющие кремы для рук и это здорово когда крем хорошо увлажняет и сейчас я просто пользуюсь кремом от баф и боди воркс и меня все устраивает но вот в самые жаркие месяцы я помню стоило нанести что-то более плотное на кожу и она просто сидела сверху то есть кремя не впитывались и вот этот вот крем мне очень понравился своей легкостью он вроде как и увлажнял и хорошо проникал в кожу хотя очень бюджетно все ну как бы быстро закончился и еще один продукт это продукт для ногтей лак он у меня закончился этот лак я покупала где-то полгода назад это ферма флорма турецкая она очень популярна это очень бюджетный лак стоит он около 7 лир 7 или 8 лир это около 20 это около 35 рублей тем не менее это очень хорошие лаки они хорошо держатся без стопа без базы я не люблю с этим возиться эти лайки держатся около трех дней несмотря на то что я тут и готовлю и убираю и тем не менее вот и это уже который флакончик очень рада что закончился а потому что цвета очень яркие сейчас я вывожу еще вот такой лак потому что тоже он ярковат уже для осени для зимы и и уже по цвета такие поднадоели хочется чего-то более спокойного вот в общем я рада что лак закончился так и остались косметические средства декоративные такое около декоративное средство это вот такой вот spf крем я использовала его как базу под макияж начиная с мая месяца мая июнь июля августу чуть-чуть сентября 45 месяцев у меня ушло на этот тюбик это такой был жирненький плотный крем я использовала его до конца и больше я покупать ничего такого не буду потому что он конечно для моей жирной кожи был очень плотный я конечно очень ему благодарны потому что вот эта защита очень хорошо сработала и у меня нет ощущения что обезвоженности что кожа обезвожена солнцем и солью у меня лицо не загорел а то есть я действительно он защищал меня я довольна но слишком жирный плотный хотя тут и написано что он и защита от воспалений то ни черта нет тут никакой защиты жирный плотный крем вот но он закончился и слава богу так еще одно средство это очередной консилер от revolution conceal and define оттенок c2 эти консилеры я их закончила около трех тюбиков все тут уже ничего нет заканчивается он быстро один такой консилер у меня уходил за месяц но надо просто оговориться что это было время когда я не использовал тональный то есть я использовала вот этот spf консилер там чуть-чуть может пудры если сильно жирно получилось и пошла не на все лицо ну как бы точек десять я могла поставить закончился я уже перешла на другой во всю пользуюсь так еще одна пустышка точнее мусор такой это вот такая вот кисточка эта кисточку я покупала на боксе чарму в наборе из четырех я очень ухвалила снимала видео про кисти и говорилось что вот этой кисточкой очень классно рисовать растушевочную стрелку и рисовать брови и так она мне нравилась и на следующий день после видео она провалилась туда все она провалилась и и оттуда никак не достать и это испорченный продукт и здесь естественно я его выбрасываю следующий продукт следующие три пустышки это уже пустышки которые я показывала своем project пенни это вот такой вот карандаш от элия в зеленом оттенке название стерлась девчонки простите это был вот такой вот карандаш такого травянистого оттенка я им активно пользовалась чтобы подчеркнуть цвет глаз зеленый очень мне нравился в плане цвета но в плане текстура я не была довольна потому что этот карандаш твердоват когда я рисовала им поверх века он тянул за собой кожу не очень приятное ощущение у меня есть куча других карандашей в том числе и очень очень бюджетных которые ведут себя намного лучше поэтому карандаши от элия я к сожалению рекомендовать не могу хотя отзывы они хорошие были когда покупала и у меня закончилось два продукта для губ это вот такая вот помада жидкая от кай види видно что она уже просвечивает все можно набрать снизу но это очень сложно сделать потому что стоппер не вытаскивается вот она уже там вся просвечивает видно это я считаю этот продукт законченным несмотря на то кажется что кажется что он тут еще есть но во первых я просто считаю что она отработала свое вот ковыряться и выжимать каждую каплю я из нее не хочу здесь было очень много продукта около семи или восьми миллилитров это оттенок сэйнт кей види хорошего делают качество помады но оттенок был ярковат именно поэтому так долго с ним мучилась именно поэтому я от него устала и как только я поняла что все уже тюбик пустой исключая вот здесь какого-то донышко и я уже не могу от ковырять у него стоппер я подумала что все хватит продукт свой отработал ты пустышка вот и еще одна пустышка последняя это вот такой блеск от баксом это пустышка абсолютная здесь не хватит уже и на то чтобы один раз нанести это был очень красивый оттенок стоппер из этих блесков также не вытаскивается оттенок был коралловый полупрозрачный очень приятный блеск он холодил губы я использовала его в бассейн и на пляж и и максимально он там уместно смотрелся я очень рада что его закончила и вот это была последняя пустышка этого месяца как вы можете наблюдать достаточно много накопилось мусора весь косметический декоративный косметическим пустышки я складываю свой пакетик для пустышек и мы посмотрим посчитаем в конце года сколько у меня за полгода накопилось всего пустышки ухода я выбрасываю не очень объемные копить я их не буду это просто вам показать что закончилось и все в мусорку пойдет вот так что всем спасибо за просмотр увидимся в следующем видео хорошего вам дня всем пока пока